Музыка Давайте, раз прекратилась запись, Давайте тогда продолжим, назовем это второй серией, тот же обход, речь о тех же черенках, и вот я подходил, когда прекратилась запись, и, наверное, вы не успели посмотреть, на всякий случай повторить, да лишним не бывает даже повторы, потому что это больше напоминает заклинание, пожалуйста, не режьте деревья, не режьте их, в Белгородской области, в Смоленской, в Брянской, вдоль всей границы с Украиной, с северным Кавказом, не режьте, умоляю, пусть там не так часто бывает морозная зима, но бывает, А потом деревья болеют и прескают, все валят на грибы, на грибы валят и все, на мороз никто не валит, на свою собственную глупость, на раны никто не валит, ну вот вы видите, только там, где я резал, почти единственное дерево, кальвиль белоснежный, Разве можно его резать? Вот резали, вот резали, дорезались, а где они резали, там все цело, 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 видите, цело, 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 вот, в трех местах резали, вот третье место, пожалуйста, вот вам и серенки. Вот так погибло деревья. А это, так что простите, калюин было слезы, у вас не будет. Не будет. Ну еще покажу пипин шафранный. Ну, наверное, она достанется. У меня есть дерево взрослое, на нем очень мало веток, а здесь веток прилично. Она каким-то чудом умудрилась дать просто. Просто удивительно. Вот того просто и все. И много. Ну, я сюда не полезу. Значит, возможно, у вас пипин шафранного не будет. Считается лучший сорт Ивана Мичурина, Ивана Владимировича. Ну что, тут сад молодой, поэтому мы фактически с ним закончили. Основной сад, вот те деревья, я их называю уже на пенсии. Сейчас мне надо принять страшное решение, жуткое решение. Выпиливать или нет. С них черенков брать уже бесполезно. В те времена, когда я их калечил, калечил, но у них удивительная выживаемость, странная, непонятно. Я раньше, вы знаете, до сих пор, вот на предпоследнем вебинаре, кто их смотрит, скажет, 205, примерно, плюс-минус один, я показывал публикацию, а там абрикосы в Польше живут 10-15 лет, а в Беларуси на несколько лет больше. А при температуре минус 15-18 уже погибают цветочные почки, а при 20-25 они уже мертвые, деревья. Где вы такие температуры находите, 20-25? Здесь у нас это, себе, держат они морозы. Все мое садоводство, мое, я так что, мое, потому что долго отрицала официальная наука, вот, по двое в Сибирке нельзя, вот, несовместимость биологическая. По двое в Сибирске груши дикие, дикие, нельзя, биологическая несовместимость. И, наконец, манжурские абрикосы нельзя, дикая несовместимость. Сейчас интересно, да, посмотри на эту сладкую парочку. Здесь когда-то был питомник, длинные-длинные ряды. И однажды я поступил как буриданово сел, он умер с голоду, знаете, когда, когда перед ним повесили две торбы, в каждом был отборный овес. И он был настолько отборный, причем одинаковый, что он долго не мог решить, день, другой, третий выбирал. Нет, этот, нет, этот кустинец, нет, этот, так и умер с голоду, не попробовал ни с одной, ни с другой торбы. Это прежде чем, в какой-то степени меня касается. Один дикий, один привитый. Вот видите, как написано. Академик. Вот он. А вот это вот, манжурский абрикос, вот он. Как сложилось? Очень просто. Они оба были привитые. Этот себе жил, жил, жил. Развивался. И давал, и дает прекрасные выражаи. Кто бы видел эти пару месяцев назад, что тут творилось. Это описать невозможно. Здесь должны были быть вся Академия наук. Вся, во главе с президентом, телевизионщики, со всех каналов. Пригласить, зарубежные все каналы. Такой брифинг устроить. Вот. Показать, что это реально. Ну, никому не надо. Кто-то погоду делает, кто покупает за рубежом, а разницу в миллиардах складет по карманам. А потом у меня взяла вот этот самый второй. Здесь был ряд академиков. Взяла, и прививка погибла. Пока я думал-думал, уже вырос в Манжуре. Я говорю, да, не буду я тебя трогать. Не так все мешают друг дружке. Вот, каждая подняла. Я же питомники не делал эти. Тут всегда все на ровном месте должно быть, потому что это же питомник, где холмы, это заранее я делаю. Холмы, когда сажаю. А здесь был питомник. Просто остались и остались. Но они небольшие холмы все-таки сами себе выкопали. Какой был урожай, если вы пройдете по всему соду, вы будете в шоке. Здесь остались десятки тысяч костей, которые нужны науке, но на самом деле-то не нужны. Я же не специально подкладывал. Глядите. Глядите. Вот такой густотой здесь все, все, не верите? Смотрите сюда. Глядите. Здесь сотни квадратных метров. Вот. Эта мировая сенсация прошла мимо внимания науке, хотя сказать, что они не знали, нельзя сказать. В любом месте. Глядите, 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 глядите. Да я каждый раз показываю, все время на новом месте. Вот. И что делать? Ну, что делать, когда мне некуда посадить деревья молодые, чтобы дали приросты. Вот кандидаты вот эти два, даже академик. Ой, горькая как. Вот здесь вот рухнула огромная ветка. Вот. Я думал, вторая ветка тут же выбросит приросты, для того, чтобы можно было черенки резать. Вот смотрите. Видите, какая ветка рухнула. Смотрите внимательно. Нет. Он взял и стал этим. Ветки все плодовые стали. Вон это. Это сохранилось. Прекрасный сорт. Смотрите внимательно. Простого нет. Не захотели. Фаина. Еще одна. Здесь были плоды до 100 грамм. Вот почему так случилось, ничего не могу понять. Нет, я понимаю, засуха дикая. И вот этот дикий урожай, когда дерево взяло, и на следующий год опять заложило этот урожай. Скорее всего, убьют заморозки. Не может два года подряд быть феноменальный урожай. Никаких запасов питательных веществ не хватит. Но нету приростов и все. Нет. Ой, идем дальше. Мимо вишен проходим. Это вишня сибирская штамба. Когда-то я их пытался уничтожить, они не хотят. Выживаемость дикая, только теперь это куст. И это куст. Но если бы была одна, стоило бы одну оставить. Вот так вот. Вот таким образом. Одну оставить, все остальное выпилить. она бы росла штамбом. Ладно, идем дальше. Вот. Еще один академик. Почему такой? Да уже погибать собирался. Уже пора выпиливать его. Нет, рука не поднимается и все. Вот. Ну, давайте еще посмотрим. Что делать? Где для вас свиньков набрать? У меня есть молодой сад. Еще один. Вон, через дорогу. Но мы там уже были и не раз, поэтому я вот надоел. Академик. Видите? Ну, его, пожалуй, я еще жалко. А вот этот рядом растет, да? Он просто... Они бы так густо не росли. Но это же больший питомник. Что захотелось, то осталось. Видите? Это амор. И тут жалко. И тут жалко. Я как бы ряда новосела ставил обе. Хотя расстояние такие. Ну, вы знаете, только что мельче, хорошо мешают друг другу. Вот это уже чистый Манджорис. У меня сейчас фотография, как он каждый год менял крупность и расцветку. Это было. Ну, как раз это Манджорис, как черенкист его интереса не представляет. Господи, если бы вы знали, вот я хожу по саду, да? Сколько тут осталось богатства? Где эта Академия наук? Почему там не наши люди, а? Ну, случайно наткнулся на пипин шафраны. Помните, на том дереве много веточек? Ну, не для меня, не для вас и Сергея. А вот это самое на данный момент у меня дерево, ну, назовем, немолодое. Ну, и где они просто? Нет, просто. А теперь смотрим сюда. Вроде есть просто, но это уже неправильно просто. Это подвой вылез. Так что, похоже, у меня для вас пипина не будет. Если только Сергея пополам поделим, ну, посмотрим. Вот. Груша память Яковлева. Помните, там целый ряд был? Еще одна груша память Яковлева. И опять ни одной веточки, чтобы срезать. Вот. Все, 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 все ветки только на вырост. То есть, только для оплодошения. Обидно, страшно. Еще одна фаина. Тут интересно получилось. Жива, здорово, вырожай был хороший. Вот. Хотя уже, конечно, не молодая. Вот. Грибы. Но, представим, учеба есть учеба. Вот. Не вздумайте эти грибы соскабливать. Это часть дерева. Они выполняют свою работу. Они сажают мертвую чину. И здесь, и здесь. Дерево от этого не гибнет. У меня таких много. Вот они. Грибы. Отрезалась ветка. Ясно начало помирать. Почему? Сюда попадает мороз, которому никто не догадывается. От учителей таких самозванных. Вот. Ну, раз гибнет, начинает пометляться кора, кожа. И тогда, раз это случается, вот, уже мертвая кожа покрывается грибами. Мертвая. Не трожьте их ради Бога. Его можно было подпилить, а можно вообще просто не подходить к нему. Сколько суждено, столько эта ветка проживет. А вот здесь страшнее. Вырожай был не только сумасшедший, что она просто рухнула. Смотрите. Рухнула она на забор. Вот. и... Ну, тут уж точно бензопилу надо брать. Шансов в нуль. Вот. Ну, я еще похожу, посмотрю, сколько еще можно снимать 10 минут. Походим. Ну, пока зрелище довольно грустное, благодаря тому, что засуха не дала возможность вырастить деревья, вырастить привои. Еще одна груша. Осенняя яколева. Суперсорт. У меня и две всего. Три. Ну, одна уже совсем старая. Вот две. Вторая среднего роста. Вот эта самая молодая. Ей лет 15. Нет прироста? Ну, что? Вот теперь я точно скажу. Ловить нечего. Вот. А, ну, правда, что я за заяние? А, может быть, на той я третий-то не подходил. А, у меня еще есть молодая на одном участке. Ну, если там будет 10-15, то это по одной человеком 10-15. Жаль. Грустная тема. Показать вам колновидную яблоню. Вот. Кстати сказать, сейчас дойдем до нее. Видите вот эти яблочки? Так и висят. Это поздний зимний сорт. Это у нее плоды лежат до следующего рожая. Вот доказательство. Уже морозы были, были, а они так и висят. Вот. К весне то есть для восемьного года они все вкуснее вкуснее и тогда уже вкуснее. Вот. Что еще показать? В Жигулевском уже ничего не осталось. Кстати, приростов нет. Опять пролетаем. Пепель шафранный, приростов нет, пролетаем. я еще один сад третий не осмотрел. Пока картина грустная. Холновидная яблоня. Их нельзя резать. Смотрите внимательно. Попробовал я срезать. Уже так давили на меня веточку. Вот веточку срезал. Теперь мертвесина пошла вниз. Грустно. но она в этом году еще и приростов не давала. Так что при всем желании вот они приросты маленькие. При всем желании не смогу срезать. Вот это супер сорт я называю королеву садоса в Нервостоке. Вот одно дерево и вот второе дерево. Есть еще два. Тебе помоложе. Раз два три четыре пять шесть семь О наверное сейчас Сергею достанется. Да все 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 даже считать не буду. Это все Сергею достанется. И так нечего приводить будет. Я ему все персики оставляю. Немножко разживусь. У меня сад дублер есть. Я не скрываю. Тут уж не скажешь что шарить по чужим садам. Там персик хасанский. Персик минусиний. это самое супер груши лесная красавица гигант подмосковья осенняя якорь. Нарядная Ефимова память якорь. Лада еще десяток в том саду Чернобаева с этого сада. Он любит подчеркивать всегда Ленин это твое это твое каждый раз когда кино снимаем. Но этому человеку который решил обиделся что три дня не отвечал и перешел на оскорбление и тоже могло показаться что если я снимаю фильм Чернобаева и гордо показываю свою свой сувенир Востока свою нику свои венгерки так свои персики свои груши свои супер яблоки 500 граммов все это переехало с моего сада это не чужой сад это мы называем сад дублер и то что я там чуть-чуть срежу это будет спасением для 10 20 из вас друзья кто мне верит что здесь все чисто вот и относятся уважительно и ко мне и к Чернобаеву так ну что еще мне просят все эти самые настоящие черешни давайте посмотрим тоже ой года раньше здесь было столько на срезку но я всем отказал кроме пары человек нет то ребята нет плодовое образование плодовое плодовое вот раз два три нету а что же я вам предлагать то буду придется ли мне зубы на полку ложить годом раньше я мог здесь срезать вот раз два три четыре пять груш я мог с них срезать видите вот эти ветки в прошлом году они тоже были такие же они не стали расти они покрылись вместо ростовых покрылись теперь то есть ростовые почки перераспределить переродились плодовые то есть все осталось так же есть фотографии даже росточка если поднялись росточки только на сантиметров пять вот и эти самые ветки которые можно было годом раньше срезать на прививку а это был перебор куда их столько теперь их тоже уже ничего не срезаешь одна вторая третья четвертая пятая так пятая вот она опять память Яковлева вот она память Яковлева пятая и рядом с ней опять здесь был питомник один ряд шел вишен черешен второй разгруз и получилась вот такая вещь они буквально мешают друг другу между ними меньше метра вот из груши срезать нечего она стала из прекратила функции маточного дерева и черешни срезать нечего ни одной веточки все приехали ребят дальше боюсь вам показывать вот а то может быть вы тоже начнете меня матом крыть обзывать на букву п и на букву м вот но немножко но это все и мне обещал нарезать черенки чернобаев с моих деревьев хасанских вот а вот это вот видите персик это Сергей резать будет но хоть с персиком первые 20-30 человек из вас хотя бы персики и заимеют кстати видите персик привитый на волосы вишня вот так как это все-таки учебное я уже дальше не хочу ходить по саду и пугать вас тем что но есть третий сад там через дорогу там есть прекрасный просто игруш почему там совсем молодой сад трех-четырехлетки пятилетки они буквально вот так вот растут все здорово я бы сказал я вам показывал уже по метру по полтора по два абрикосы все есть несколько сортов отличных груш несколько сортов отличных яблок несколько сортов слив особенно венгенок так что не так плохо а так как я все-таки хоть с какого-то боку селекционер хотя у меня и за это тоже какой он селекционер у него уже он же металлург он не имеет права назваться ладно вот это вовичная вишня и сразу видите вот войлочка на одном корне с ней першик видите это неудачно я всего-то получил десяток першиков за все годы вот это он фактически не растет но надо ли заниматься вот здесь рядом у меня последняя деляна Сергей практически перестал этим заниматься но я видел как он тут когда собирал посылки вот отсюда десяток волочных вишень выкопал которые получше они росли вот с такой густотой вот с такой вот вот они хорошо всходят и тут это уже остаточки остаточки их уже с деревьев забили вот но их практически никто не покупает но у меня два уникальных случая первое чтобы все-таки фильм был немножко учебный итак шаломай сахалина в этом даже не питомнике а в теплице вырастил персики привитые на волочную вишню получат прекрасные приросты и плоды стали в 30 раза крупнее моих хотя уверяю что это мой хасанский персик то есть до 150 200 даже больше грамм ладно второй случай уникален когда-то мне показали фильм снятый тоже пусть не на Сахалине а Приморье и там была женщина воды стояла по колено она и тот кто снимал они были в сапогах вода наводнения стояла по колено и у нее при этом персики были привиты тоже на волочную вишню взрослый сад и давали отбор на урожай вот это направление не разработано совершенно то что он показал вы согласитесь что Приморье теплее раз чем у меня вот у меня вон они это уже последнее привал 20 потом 18 16 10 5 и так каждым годом убывал и вот последнее я вам показал вот а в теплице возможно прекрасно было бы ушеломая же в теплице вот или просто Приморье для меня это как теплица там намного теплее и может быть для таких случаев то и надо прививать на выручную вишню повторяю я прививаю персик на абрикосы манджурские и на китайские сливы и то и то прекрасно а у кого-то лучше водичка пошла вот ну что смотрим сколько тут осталось через 5 минут все само закончится вот вот это кстати ой я устал говорить даже вот этот удар который это называется удар подых подлый удар когда тебя обзывают только потому что ты три дня не ответил в течение трех дней на вопрос почему это и тут же оказался это самое что ты буквально не гоняй ты по чужим садам шаришь а своего сада нет вот это страшно сами знаете в каком сейчас состоянии ничего до вебинара чухаешь вебинар завтра вот а кстати обещал что такое молодежь почему с абрикосами проблем не будет смотрите я уже так бегло раз сейчас закончится съемка сама видели просто полтора два метра полтора метра когда вы видите вот такие вот вещи вот это за один год появляется то есть развилка тут вот оттуда пошла пошла это в течение этого же лета Уже вот это ветки второго порядка второго порядка второго 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 то есть не вот отсюда начинается просто этого года а вот оттуда да вообще это развилки это все за один год Вот есть такое понятие, ветки первого порядка, второго порядка, третьего, тут за год, первого, второго, или если она третьего, то есть третьего и четвертого, если она пятая, то пятая, шестая. Еще, вот, поэтому про абрикосы я спокоен. Еще, еще, и так далее. Ну все, теперь я точно заканчиваю. Вот, а то действительно сбудется моя мечта, что потом буду в легендах, что железо умер в саду. Вот, беспощадная страна. Знаете, почему долго живут японцы? Помните их манеру? Помните? Вот, вот так вот кланяться, улыбаться. Вот, я работал с немцами, со шведами на пуске советского алюминиевого завода. Мастером. Вот, я командовал и теми, и теми, и этими. По согласованию. У нас, кажется, второе слово мат, а там величайшая вежливость и улыбки. Работает на заводе, тяжелейших условиях, на грани аварий, аварий, бывали аварии. И все время улыбаться, улыбаться, улыбаться. Восемь, десять, двенадцать часов, сколько дила смена. Вот. А у нас раз, и все. И еще одним садоводом. Вы думаете, почему не дожил свое воднор? Вот. Обещали его купить. Я у него в гостях когда был. Обещали у него купить сразу, вывезти все абрикосы. Ему бы предоплату взять. Вот. Нет. И вот он, одно из последних моих посещений. Человек уже был смертельно болен. Вот так его обидно было. Вот они переросли. Выкапывать поздно. Вот. Уникальнейшие вещи. Помните, какие у него мои были, Петры Великие? Вот. Кстати, к вопросу, кто у кого добывал. Я у него черешки, он у меня абрикосы. Вот. И получилось, что показывает. А так горько, что его обманули. Как это у нас принято. И Сергея Жердели. Шесть мечков набитых саженцами. Уже выкопано с Красноярска. Сейчас едем. Ага. Что ж ты предоплату не взял? Да как-то неудобно. Вот. И в костер. Вот так и живем. И опять на грустной ноте заканчивается фильм. А что это такое? А что это такое? Я schwer Bootк. Я желаю тебе?